С каждым годом вселенная расширяется быстрее, чем в предыдущем году, что ускоряет и усугубляет последствия грядущей типовой смерти. Физики Краус и Старкман продемонстрировали, как эта постоянно возрастающая скорость космического расширения, если спроецировать ее далеко в будущее, приводит по крайней мере к шести очень печальным последствиям, каждая из которых более серьезна, чем предыдущая. Эти результаты включают в себя снижение наблюдаемости, поскольку вскоре мы не сможем из-за скорости расширения вселенной наблюдать ее удаленные уголки. Из-за этого будет следовать прекращение горения звезд, из-за этого будет снижение количества знаний. В конце концов это приведет к прекращению сворачивания белков и метаболизма, что в итоге приведет к концу сознания и концу всякого смысла, поскольку нас всех ожидает смерть. Все это весьма удручающие выводы для человечества. И все же люди продолжают надеяться, у них есть врожденное чувство цели, чувство судьбы. И не просто несколько человек, а все люди в той или иной степени обладают этим чувством. Имеет ли смысл предполагать, что все страдают от одного и того же иррационального необъяснимого заблуждения, или же в разлагающейся вселенной есть рациональная поддающаяся проверке основа для надежды и ощущения осмысленности жизни? Рождество Христа дает нам такую основу для надежды.